Ребята, привет! С вами Игнат. Я с Ваней. Мы едем по Южнобережному шоссе. Едем мы в Никиту. Недавно, когда с мамой там гуляли, я говорил, что так хотелось посмотреть, так хочется посмотреть жилую часть Никиты. Сейчас мы это сделаем. Погуляем по Никите, посмотрим Никиту. Ребят, немножко себя дополню. Я, в общем, сказал, что мы пойдем посмотрим поселок. Ну, в этот раз поселка мы тоже не посмотрим. Мы пройдемся по Ботсаду и по дороге спустимся к морю. Посмотрим пляж. Как же, ребят, без Атанчика? Заехали латы глотнуть. Какая сегодня погодка, какие виды. Вот какая красота здесь. А я думал, куда ты делся? Это за фото ворот нам ходил? Ага. Слушай, мне кажется, что-то сверху даже поинтереснее вид. Да. С верхнего яруса. Сверху поинтереснее. Я во влоге часто снимаю эту заправку. Я говорю, здесь еще офигенный вид на гору. Красивая тут гора очень. А что это там, вот обвалилась или копает? Слушай, непонятно, да. Непонятно, да. Никитская расселина, она где сужает. А что за Никитская расселина? А ты никогда не был? Нет. Там что-то обвал какой-то? Нет, там... Природное? Место природное. Там и фильмы разные снимали. Очень красивое место. В общем, ребят, мы начнем, как оказалось, с ботсада. Просто там надо пофотографироваться. Вот. А потом пойдем туда. Все у нас по порядку, оказывается, сегодня. Начинаем с ботанического сада. Мы на втором этаже. Смотрите, какой красивый здесь осенний букет. Еще здесь очень милая половица на лавке. Домотканая. Ручная мотка. Классно, да? Представляешь, кто-то сидел сам. Угу. В общем, чуть-чуть мы посидели. Николай. Вот сейчас Ваня обратил внимание, икона аж черная. Я тоже говорю, наверное, что-то свечи коптили, и с нее надо снимать, чем на то. А вот это икона. Ваня, ты сказал, не Николая, да? Да, Николай еще находится. Николай Угольник. Это святой, укровитель, путешественник. Путешественников, да. Представляете? Вот это вот, получается, моя тоже икона. Товарищ, да. Вот реально здесь небольшая икона. Лука Крымский, Война Есенецкий. Вот, которая в рамке? Да, вот маленькая икона. Я про него тоже слышал. Слушай, а вот этот? Справа, да. А, вот смотри, какая объемная, вырезанная икона. Да. И вообще, в принципе, сейчас вон сколько букетов понаделали осенних. Классно смотрится. Святая Троица. Вот это, да? Святая Троица, моя. У меня дома такой похожий, у кого есть. Алтарь красивый, резной, да? Посмотри, пол я еще в том, в прошлый раз снимал, вот у алтаря какой, ациклеванный, прям блестит. Вот жалко, что пол только линолеум, вот и сделать бы какой-нибудь каменный или деревянный. А может быть, он там каменный и есть под ним? Ну, вполне возможно. Нет, я вот так думаю, что тут дерево, скорее всего. Ну, и потолок этот шикарный. Ой, я в прошлый раз не видел, что там трикондея. Ой, а вот тоже какие красивые. Тоже видишь, какая большая. Вот, видишь, вот этот скалер, не знаю, как называется. Это заупокой. Это заупокой. Угу. Это я знаю. Цены не поменялись, 500 рублей. Так же и стоят. Угу. 500 рублей, 15 сентября. Ребят, все, мы зашли. Сейчас пойдем к фонтану. Мы тогда с мамой так и не подошли сюда, к этому белоснежному фонтану. А там, наверное, рыбки тоже живут. Кульфуры какая-то африканская. Глаз на джопу я это называю. Если вы отдыхаете тут, в Никите, и хотите увезти домой классные фотки, как Ваня повезет, реклама в ролике, пишите мне в телегу, пишите мне в WhatsApp, или же пишите мне в ВК. Ссылки на все в описании, я фотограф, приеду и пофотографирую вас. Дерево, огонь. Кедр. Глицин еще не опала. Да, розы такие огромные, говорю. Так они еще и цветут. Это все зеленое. А, ну это... Это-то она круглогодичная зеленая, но вот глициня-то она опадает. Ну что, сейчас будем вырывать момент, чтобы без народа сфотографироваться. А без народа пойдем пока в театр. Видишь, какие цвета красивые осенние уже. Вот это все высадили. Тут, по-моему, ну эти, такие дачные цветы росли, забываю все, как они называются. Одновременно здесь стояла статуя Молотова, не ошибаюсь. Потом стояла то ли Афродита, то ли Ника, я не помню, какая это статуя. Потом снова вернули Ильича. А вообще изначально была статуя, блин, забыл, как ее зовут. Короче, какой-то богиня. Богиня. Правда, я не знаю, какое отношение Ленин имел к Мотоническому саду. По-моему, здесь он никогда даже не бывал. В принципе, как ко всему он никакого отношения не имел, но он везде, блин. У нас тут продолжаются фотосессии. Мы сегодня так на лайте, без тяжелой техники. Вот эти вот показать тоже поближе. Всякие ноготки, потом, как вот эти вот, петунии тут были. Ну, слушай, мне в осенних тонах что-то даже как-то интереснее будет сад смотрится, да? Да, в ноябре, по-моему, будет... Парад этих, а меня мама вот говорила, в ноябре съездить. Парад в Бизанте. Да. В ноябре я как раз-таки и планировал. Ну, сегодня внеплановое. Я думал, мы будем по поселку гулять, а мы вообще в ботсад зарубили. Ну, по поселку мы тоже пройдем. Ну, да. Так, ребят, все, мы тут тоже отфоткались. Сейчас идем сюда. Будем фотографироваться. О, смотри, сюда даже деньги кидают. Ну, я как-то не одобряю. Я тоже. Вот у нас народ дикий, да? Потереть что-то, деньги закинуть этих. Из салфеток одноразовых узелков навязать. Капец. Все засирают. Мы сейчас еще сюда идем. В колоннаде пофоткаться и на эстрадке. А, вот где была конференция какая-то на лавках везде. Ой, как красиво сделали. Вот здесь снимался эпизод фильма Асса, когда театр лилипутов исполняет оперетту Сильва. Да. Надо посмотреть. Вот они, эти осенние, видите, тоже мотивы здесь в летнем, в летней этой ракушке. 210 лет, Ваня, говорит, в этом году. А когда именно, не знаешь? Уже было или будет? Я даже не знаю. Ну, короче, круглая... А, ну да, вон даже написано 210 лет. А, это как раз на фотке парад тюльпанов. Класс. Вот какая-то конференция тут по этому поводу похожа была. Как красиво лазоны все обыграли. Так, вот отсюда тоже показать товарища Ленина. Мы сейчас отсюда тоже фотографировались. Кадр делали. Пальмовую. Оленю. Смотрите, какие облака на горах лежат. Ребят, мы, естественно, поднялись и на этот балкончик сделали пару кадров. Как же без вот этого ракурса? А еще тут сейчас высаживают как раз-таки, наверное, на хризантемы, когда будет балл хризантемы. Он, короче, у нас будет, видите, как? Вот до работы идут. И потом мы офигеем, когда приедем в ноябре. Высаживают все. Смотрите, как красиво горы отсюда прорисовываются. Ну все, пошли мы ниже. О, Вань, нету никого. Отлично. Мы подошли к кувшинкам. А вон рыбки красные, смотри, мы попыли. По-моему, это называется нимфея. А, нимфея. Даже саженцы бывают в магазине, продаются. Бросаешь пруд, они вырастают. Очень удобно. А, вон рыбки, вон красные. Сколько рыб, ага. Пришли в бамбуковую рощу. Я игнорировал. Я вот так вот все время проходил мимо этого дома. А тут подошли, я говорю, я бы жил тут в ботсаду с удовольствием. Сколько раз я тут был, я, кстати, этот дом совершенно не помню. Я тоже. Я бы был директором ботсада и жил бы здесь. Короче, сейчас, ребята, прошла пара. Ну, парень с девушкой, парень такой, ну вот на самом деле, вот в этом бы доме пожить, я бы пожил. У всех, короче, мысли сходятся. Все бы пожили в таких домиках. Видно, народы уже все это гламурно-элитное, так, поперек горла. Вот хочется такого простого. Открылась Ай-Петри, ну, почти открылась. Здесь вот такую проходочку. Мы в этом месте, ребят, заброшенном, где никогда ничего не происходит. Здесь и сейчас ничего не происходит. Вот такие террасы. Ребят, подходим к... Каланаде у меня крутится на языке. Господи. Как это называется-то? Каскаду, да. Колоннада. Какая колоннада. Ну что, ребят, мы возле каскада. Ой, как он хорошо просматривается в это время. Вон они рыбки. Ну, подожди, сейчас наверх поднимемся, там, где солнышка, где... Рыбки от солнца прячутся. Ага, пенечек. Ребят, вот вы знаете, что думаем. Этот каскад впервые с данным виден. Ну, соответственно, я думаю, Советский Союз его чинил. Кто знает, надо, кстати, на посты посмотреть фотки. Может, и есть. Видел старую фотографию, то ли дореволюционную, то ли довоенную. Вот этот нижний вход, нижняя колоннада, она уже была. А колоннада такая, как у Севастопольской, да? Эта, Нахимовская набережная. Похоже. Там в Севастополе колоннада где-то примерно 1846 года. На ней дождаться стоит. А это 1800. Мы только что смотрели. 1812. Но в 1812 здесь ничего не было. Только заложен был, Саш. Короче, ребята, просто здесь Эмжо снизу. Я вот говорю, Эмжо наверняка тогда не делали. Ну, а просто что потом, вот это подкопы делали и все выкладывали, тоже непонятно. Трудно сказать. Кто знает, кто знает, были ли тут Эмжо, может какие-то технические... Ну, в те времена, я не думаю, что не было, скорее всего. Сомневаюсь я. Я тоже. Наверное... Ну, а как это они разбирали или как-то укрепляли, вырывали? Короче, ребят, загадка. Кто знает, напишите в комментариях. Да, колоннада реально такая, как на набережной. Кто знает, был ли туалет, тому вот такой большой лайк. Ну, может, не обязательно туалет, может, это... Как ее? Просто помещения какие-нибудь. Оказывается, нам все-таки надо выйти через эту колоннаду. И вот эти новые парки, мы просто не знаем, пойдем мы туда или нет, но мы сейчас посмотрим. Да. Ой, какая красивая. Снизу так тоже все сделали. А, вот она, да, парк Монте-Дор. Ваня говорит, вот здесь была кафешка, и дальше пройти нельзя было. Колоннаду тоже подсниму. Класс. В общем, ребята, вот беседка каменная, пруды, все плюс-минус тоже... Да, она на берегу моря, эта беседка стоит. А, то же самое. Короче, мы решили вот так пойти к морю. Тут ничего доплачивать не будем. А, в другой раз, осенью, может быть, реально, и Ваня второй раз сюда поедет. Я надеюсь. Да, он говорит, сходит, сходит. И я тоже все равно сюда еще не раз приеду и зайду туда посмотрю. А сейчас лучше до моря спуститься. Ваня говорит, раньше вот это была гостиница, здание дореволюционное. Ну, что-то его так зафигачили, заштукатурили, что даже оно... Конечно, оно было другим, оно, по-моему, вероятно... Оно каменным было, наверное, да? Вот первые два этажа были каменные, а верхние были как деревянная, настройка такая вот. Ага. По типу, как веранда. Веранда, ага. Сейчас, смотрю, они все вроде каменные сделали. Слушай, ну, конечно... Вот с той стороны будет красиво, там балкон. Знаешь, где деревянные были? Деревянные вот по бокам были. Середина всей тоже каменная была. Ага. А вот это вот как веранды и были. Просто их, когда ты был, они уже были превращены в комнаты, а теперь их конкретно завелали. У нас вот сюда, на северную сторону, окна выходили. Вот у нас был здесь номер. Ага. И тут даже в жару было прохладно без кондиционера. Очень-очень здорово и тихо. Они, конечно, испахабили. Испахабили. Раньше было лучше, могу сразу сказать. Ну да, дореволюционное, конечно, лучше. Смотрите, здесь какой спуск, он весь в пальмах. Здесь очень красиво. То есть, кто здесь не был, обязательно надо здесь побывать. Ване просто это место сильно дорого, потому что... С самого мелкого возраста его родители сюда. С 88-го года я здесь отдыхаю. Каждое лето его родители. Считаю, что вот как по мне, это лучшее место на южном берегу Крыма. Ну да. Для меня, в всяком случае. Это каждый... Никому не навязываю, как говорится. Да, каждый выбирает свое место и потом из года в год приезжает. Вот у Вани, это Никита. У меня вот душа к этому лежит место вообще. Как у меня к Семеизе, так у Вани, Никита. У Семеизе тоже хорошо. Вон там парковка у них, там сзади капелла. Сейчас мы с той стороны обойдем. Если бы она была аутентичная, у них ценник мог бы еще больше быть. Хотя я думаю, тут и так ценник. Она так и была недорогой. Когда была аутентичная, да? Не понимает ничего, люди взяли, камень заштукатурили, покрасили. Балбесы. Смотрите, вон какая территория. Тоже с пальмами. Вот балкончик, видишь, какой он там? Караедом заделали. Слушай, ну вообще. Да, это немножко по-другому выглядит. Фу. Теперь это фу. Надо найти тоже на пасфю и посмотреть. Наверное, она закрыта, видишь, таблички даже нет. Ага. Потому что это... Я думаю, что, скорее всего, как в семье сейчас возвращает многим зданиям исторический облик. Может быть, и она в эту же программу попала. Какая идеальная сосна. Ну, вообще-то это не сосна. Ель? Даже не ель. Да, что-то типа ели, да. Вот такую на красную. У сосны длинные иголки. Вот такую на красную площадь, да. А я сейчас попробую зайти, интересно. Что-то мне подскажет, что она не работает. Не, она не работает. Ну, там открытая, я смотрю. Или просто не вентиляция. Чтоб, ну да, чтоб не воняло там. Открыто? Так, ладно, пока ва не пойдет смотреть. Давайте здесь смотреть. А здесь, я так подозреваю, что это все тоже территория ботсада. Смотрите, теплицы ботсадовские. Вот. Короче, ребят, смотрите. Эконом 2,5 в сезон. Это, кстати, недорого. Сезон 4,500 стоит двухместный люкс. Да, учитывая то, что ты сейчас 7,5 снимаешь, да? Ну да. Высокий сезон 5,000. Ну, наверное, завтраком, скорее всего. А межсезонье 4,000. Ну, кстати, это, кстати, не так дорого. Слушай, я бы в таком переночевал, кстати. Я бы тоже. С удовольствием. Вот как внутри. Ну, пойдем в кафе, зальем, просмотрим. Может, на обратном пути мы тут и покушим можно? Это лучше в городе. Думаешь? Кафе милое. Ну, тоже. Мне что-то кажется, что тут ничего и нет. Мне кажется, тут ничего и нет. Ну, смотри, в меню. Не знаю, вот это 15 лет назад здесь кормили очень здорово. Ставритка 250 рублей 200 грамм. Паста с креветками 450. Гарниры 100 рублей. 100 рублей. Ну, это нормальная картошка. А, блинные 200. Котлеты какая-нибудь. А вот завтраки, салаты. Первое было больше 350, но так и очень дороговато. Да, это дороговато. 150-200 больше должен стоить. Да, ну нафиг. Это дороговато. Ну, кафешка ничего такая. Ага, смотри, сколько светильников. Прикольно сделали. На самом деле, вот здесь было очень хорошо. Я даже отзыв в интернете оставлял. А каков год был, не помнишь? 2005. Короче, я думаю, ребята, что в не сезон надо будет тут люкс или полулюкс затестить. С таким-то видом. Это же просто мэджик. Мэджик какой-то. И Ваня, он сейчас с персоналом разговаривает. Ну, типа кафешку ничего не готовят, потому что никого нету. Гостиница пустая. Хотя еще середина сентября. Я бы уже, наверное, цену скинул. Ну, вот теплицы, они туда революционные. Я Ване говорю, сейчас так популярны все эти... Господи, я только что говорил, где покупать растения-то. Саженцы, садовые центры сделают тут. Ну, да, они тут, конечно, все это делают. Но только с этого вот сад как бы зарабатывал. Я просто про то, что вот эти территории, да, хорошо они используют. А сверху-то не используют. Конечно, вот эти колхозные сетки. Фу-фу-фу. Ох, какие здесь пальмы, смотри. Вот, да. Вот это вот. Ох, это же все на продажу, наверное, выращивается. Там какая-то дорожка выложена, даже не похожа на продажу. Такое впечатление, что это еще и парк очередной будет. Вон дорожка. Не, ну они же просто ухаживают, тоже ходят. А, вон какая большая, смотри. А вот там как раз, по-моему, кактусы в оранжереях. А, вот смотри, вот они мостик сделали. Это из кактусы в оранжереях, он идет туда вниз. Это чтобы между вот этой оранжереей и этой? Да, этого не было, кстати. Это кактусы в оранжереях, она вон там. Питомники, ой, я вспомнил это слово. Питомники сейчас так зарабатывают. Даже я говорю, сколько мариев этих шассаженцев. Ну, а тут мариев, наверное, и покупает, по идее. Ну, просто столько еще площадей неиспользуемых. Ренат, он как раз недавний, вот судя по состоянию бетона. А, залили, да, недавно? Это недавно было сделано. Ну, да, наверное, может быть. И вот, кстати, вот это, по-моему, все было закрыто раньше. Тут что-то выращивали, вот этой ограды ничего не было. А может быть, оно все заброшено тоже было? Это что-то новое, да. Это что-то, это явно новое. Ну, ботсаду с такими территориями сам бог велел зарабатывать. Ой, какой тоже старинный дом. Смотри, и дрова еще как будто лежат. Ага, это они так стены украсили, с пилами. Блин, вот у него там видовая, наверное, терраса с той стороны. Короче, вот этот дефект, по-моему, который вот там. А, вот здесь, да? Он там вниз, там идет. А, это вот этот парк, наверное, и есть. Да, вот только раньше он кончался вот здесь, где кактусы в Оранжерея. А, а сейчас он идет туда вниз до конца. Вот где 200 рублей, ты говоришь, еще доплачивать надо? Да, 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 сюда надо лучше отдельно прийти. Да, потому что мы сегодня уже так хорошо погуляли. Да, и там в этом парке, вот, судя по тому, что я в интернете видел, там никого нет народу обычно. Потому что просто приехать погулять в спокойной обстановке, там посидеть на лавочке. А я наверняка не многие знают, что он есть. Не многие знают, да, там тенисто, хорошо вот. Типа ботсад, ну вот ботсад, да. То, что тут еще отдельно надо доплачивать, никто, наверное, не знает. Просто там вот посидеть, отдохнуть в тишине, вот там будет самое то. Ребят, смотрите, тоже свежий заборчик, прям свежие подпорки, как будто бы, и тоже деревья какие-то. А, нет, это не персики, это как раз оливки. Оливки? Ну да, и на все, ну здесь классно, что вот лавки везде есть. Смотрите, какой дом тут вырос. Ваня говорит, что раньше тут был розарий, а потом жилой комплекс тут вырос в розарии. Это уже при Украине построено. Что при Украине, смотри? Территория ботсада. Котельжный потелок. А, это тоже, наверное, территория ботсада была. Но сад-то он там дальше продолжается до моря как-то. Не, я к тому, что они его все равно поделили, попилили, подербанили. Вот тоже, оливки как раз. Я думаю, это все бесхозное было. Ну и сейчас оно бесхозное какое-то. Здесь тоже надо пальмы выращивать. Я говорю, построил человек гостевой дом, гостиницу? В добровольно-принудительном порядке надо, чтобы купил у ботсада пять пальм и высадил перед своим гостевым домом. Так, ребят, вижу я дебильные таблички вот эти вот. Типа как главная дорога только для моря. Пляж рядом. Слушай, они нехилый такой домик-то построили на берегу моря. Вот в ту сторону проход. Если вот там пройти, подняться по дороге, там будет парк динозавров и бамбуковая роща. Слушай, а вот это вот, что здесь такая колючая проволока какая-то? Ну, здесь тоже оливковая роща, она в принципе отгородная. Как это, как питомик, наверное. Отель, ресторан вот здесь тоже. Охренеть, еще такая этажность на берегу. Сколько что-то этажей. Ой, ну шикарно, конечно. Я бы здесь, конечно, пожил бы на берегу. Как это, как кот, везде бы посидел, полежал. Ага. Еще главная территория такая красивая и ухоженная. Ну что, последний метр до моря. Дальше машинам уже не спуститься. Я думаю, тут когда сезон, наверное, вообще хрен где развернешься, да? Да. А где на пляж? Вон туда? Смотри, здесь два пляжа есть. Вон там маленький пляж. Ну просто... Здесь побольше и благоустроен. Давай посмотрим вот этот и туда пойдем, входим тоже. Смотри-ка, где и ржавые такие. Ну что, воздух соленый, конечно. Ну да. Ой, как красиво. Я тут первый раз... Слушай, а это что, ресторан видовой там такой двухуровневый? Нет, там тоже гостиница. Она, по-моему, тоже называется пита-центр, дорога-центр. В этом роде и отдельная дорога там ходит-то идет. А где-то вон там наверху, по-моему, идет каменная кладка. Там смотровая площадка. Но как на нее попасть, я не знаю. Как-то страсса, что ли. На пляже вообще никого нет. Но это мы с Мартьяном. Это мы с Мартьяном, ребят. Первый раз я его вижу. Вот это может тоже уже скорость сносить будут. В парковом же все посносили. Это вряд ли снесут. В парковом снесли и тут снесут. О, смотри, какое все ржавое. Смотри, какая вода мужная стала и готова. Да, пойдем, входим. К морю-то уже прям подойти. Волнорез такой сделали. Знаешь, здесь вот этот теневая зона есть. Ага. Раньше не было там. Здесь тоже что-то было. Вот этот навес вот такой, как это обычно бывает. А, на солярий вот такой же, наверное, был. Срезали все это. Дозрусил. Ну, пойдем, пройдем уже. Ребят, покупали недавно, если так и сели. А может, тут принесло. Так, ребят, сейчас мы вот сюда пойдем. Пойдем наверх, да. Кепку поплотнее одеваем. Ой, как круто тут лавки. Лавки так стоят. Хочешь рассвет, хочешь закат провожай. Какие волнения. Ой, вон женщина сидит, получится. Ты как фильм Аса. А море называлось черным. Кто-то даже свою индивидуальную принес. Видишь? Креселка наблюдать. Комфортно надо так. Да. У меня скупаться вообще нереально. Такой ветер. Да. Скупаться я точно не пойду. Как красиво. А вот с верхних этажей какой-нибудь, представляешь? Да. Ну, я думаю, это все в зоне риска, как и в парковом. Класс. А вон ласточкино гнездо. А вон Ялта. Согласись, какой вид здесь шикарный. Шикарный, да. Мне вот это не нравится тут. Как? Вот это не нравится. Да мне вообще крымская застройка современная не нравится. Просто как в парковом. Съели весь вид на горы, на пляжи. Ну, хорошо тут хоть вот с этой стороны можно посмотреть. Вот так жалко, что развалился здесь этот причал. А раньше так удобно было отсюда на теплоходе в Елку ходить. А они все равно приходят. Ну, я не знаю. Может быть он... Они приходят и прямо на берег кидают эти и все. Ага, здесь в Тихо пристани что-то это. По-моему, ну, не очень, одни камни. Да, вот это, конечно, трындец. Уроду ездят, как в парковом. Я не вижу, что же там эта ржавчина потекла по этим. Да. По перилам. Там тоже какое-то кино снимали, я помню. Даже вот такой этот есть, видите, диванчики. Мрамор, типа. А, это вот этой кафешки, может быть. И все такое ржавое тоже. Чтоб не было ржавым, это, наверное, каждый год все красить надо. Хаммерайт им желательно. Это не реклама. А хаммерайт это что такое? Краска поржавше. Я дома балкон такой краски покрасил. И он лет пять как новый был. Слушай, ну вот тут все, конечно, шикарно, да? Круглые, но внешнего вида-то никакого. Смотри, какие перилы ржавые. И вот здесь, наверное, номер стоит тысяч шесть-восемь. И я бы не хотел здесь. Здесь, по-моему, не номера, здесь апартамент продается. Кто есть, продается. Ну да. Смотри, какая это спутниковая тарелка ржавая. Ржавая, все ржавая, да. Я бы прям не хотел. Ну, в очередной раз для меня, как говорится, каждый там свое нахваливает. В очередной раз убеждаю, что лучше семей за мне ничего не нравится. Красиво в Никите. Особенно дорога вниз. Но вот это вот все на берегу прям портит. Весь вид на парк, весь вид на ботсад, по идее, да? Вот ты гуляешь по набережной и должен наслаждаться ботаническим садом, горами. А ты смотришь на ржавые балконы, ну, пипец. Ну, семей за тоже есть куда росли. Вот если отреставрировать все эти старинные усадьбы... Ну, это вообще будет шикардос. Вообще будет шикарно. И, конечно, семей за не хватает более доступного общепита, столовых и магазинов, супермаркетов. Чтобы хотя бы один был супермаркет, ну, типа Пуда. Да. Вот тут мне уже нравится. Да, мне тоже нравится. Где зелень появилась, не такие ржавые балконы. Надо же было так испохабить такую красоту. Да, набережная прикольная, ничего не говорю. Но вот это... Сон у моря называется апартаментом. Народ купается. Вообще нет. Надпись, как в советское время. Прыгать с бунтов и сено. Ага. Ресторан на месте, как называется. Солярис. Солярис, а я 3 августа читаю. Чего-чего? 3 августа я прочитал. Сдалека. Все, в забор. А за забором что, какая-то гостишка, да? Да, наверное, даже не знаю. Ну, ребят, пишите в комментариях, как вам. Красота эта. Красиво, ничего не говорю. Вот особенно мне, наверное, больше нравится старый пляж, где не видно вот этого всего. Я Ване говорю, смотри, сколько лодок-то тут. А потом такой говорю, блин, вот лодки, лодки, они все дорогие, квадроциклы. А потом думаю, ну какие тут апартаменты-то сверху. Естественно, тут будут лодки. И квадроциклы всякие. Ребят, ну смотрите, идем на этот старый пляж. Старую набережную. Вот тут уже мне нравится больше. Потому что здесь видно природу. Смотрите, здесь есть кафешки. Здесь уже лодки резиновые, а не как там всякие Сузуки. В советское время здесь столовая была. В этом здании столовая была? Ну, конечно, по-другому выглядела. Слушайте, ребята, кто знает, вот это вот тоже мне напишите. Мне что-то кажется, что это двухуровневый ресторан был в советское время. Нет, нет, это как раз гостиница. Могу точно сказать. Ты видишь, кондиционеры висят эти самые. Это сейчас гостиница, может... Нет, и раньше... А, то, что там, по-моему, балконы, окна поделены, да. Да, это все в советское время было. Это я могу точно сказать, поскольку я в советское время здесь отдыхал. Не, мне вот этот пляж больше нравится. Я бы здесь лучше отдыхал, чем под ржавыми балконами. Ну, кому-каст. Ну, да. Здесь темневой зоны, что плохо. Потому что... Смотрите, какая лестница тут широкая, шикарная. Вход в ту часть парка, он был платный. А, может, из-за этого. Ваня просто говорил, что тут раньше тропинка была через... Тропинка была, полноценная дорожка. Прямо на трассу можно было. Ну, наверное, еще живой причал. Вот Гурзуфи тоже признали аварийным, но он не разломленный. В прошлом году его признали нормальным. Да. Вот это вот набережная уже больше похоже. На нормальную набережную. Тоже, конечно, вот здесь вот надо гальку отсыпать. Набережную делать. Красный уровень. Да. Вода мутная. Народ вон лежит прям на камнях. Колбасится на них. Но зато здесь довольно мелкая галька. Да, мелкая хорошая галька. Мне вот это больше по душе. Вот и это мне все больше по душе. Те мраморы и ржавые балконы вообще не мое. Ребят, в общем, дошли мы до стены. Дальше... Вот грот пойдем, посмотрим. Мы с Мартианом. А что за грот? А это, наверное, лифт из тамого санатория. А-а-а, точно. Реально, тут лифт. О, и теневая зона, как хорошо смотреть. Ага. Территория фитоцентра. Вот как, я угадал. Это фитоцентр называется Кофей. Ну-ка, давай посмотрим. Просто. Ничего ж там не сделает. А, лифт закрытый. Судя по всему, закрыт он давно. Да, это, наверное... А-а-а, вон тот странный фонарь, это от фитоцентра тоже был. А, видишь, мои дисколеты с этим входным замком. Наверное, это для своих, они, наверное, поднимаются туда. Слушай, я думаю, вот это тянул только Советский Союз. Это очень дорого, наверное, в обслуживании. Ну, учитывая то, что оно, наверное, стояло и херело все. Вот попасть бы за эту дверь, да? Ага. Болгарку с аккумулятором, с аккумулятором, и все, есть. Сдуть этот замок. Класс. Пойдем наверх уже поднимемся. Давай поднимемся, раз мы шли. Уже посмотрим и на новостройки отсюда сверху. Ну, хочешь, заваливайся. Да, здесь вообще шикарный вид. Польша помещается, и там всякое железное хрень не мешает. Да-да-да. Тут, ребят, народ все равно чилит. Дикий пляж под мысом Мартьян. Класс. Ребят, первый раз я тут. Спасибо, Ваня, что составил компанию, посмотрели. Так бы я хрен сюда дошел. Надеюсь, не последний раз. Ну, а на сегодня все. Как вам ролик, пишите в комментариях, лайкайте видео, подписывайтесь на канал. С вами был Игнат, я был с вами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok